F5 от N наибольшее количество, наибольшее количество рёбер. Графия наявных шимов, наявных шимов, без пятиугольника. Только давайте объяснимся, что такое пятиугольник. Это пять разных вершин графа, где первая соединена, не просто второй, вторая, третья, третья, четвёртая, четвёртая с пятой, а пятая с первой. То есть цикл из пяти разных вершин. Вот это диугольник. Давайте посмотрим, что такое у нас F5 от N. Ну, когда одна вершина, то имеется 0, две вершины, 1, либо вот три вершины. Четыре вершины, пусть не найдёшь пять разных, поэтому количество шесть. Пять вершин. Это уже интересно. Когда у вас есть пятиугольник, то давайте подумаем, сколько рёбер надо выбросить, чтобы не осталось ни одного цикла. Ну, смотрите, из внешнего цикла надо ребро выбросить, обязательно. Поэтому я вот это ребро рисую, что его нет. Дальше я, конечно, обязан выбросить хотя бы одно ребро из вот этой вот звёздочки, да, которая внутри меня. Ну, тут есть два варианта. Либо я выбрасываю противоположное ребро, либо я его не выбрасываю. Так, давайте разбираться. Значит, если я выбрасываю ребро вот это, то есть у меня нет такого ребра, и у меня нет такого ребра. Так, скажите, пожалуйста, цикл остался или не остался? Да. Цикл, к сожалению, остался. А именно один, два, три, так, четыре, пять. Так, есть у меня способ его побороть, выбросив только одно ребро? Или нет? Нет, если бы его отразить, то у меня все ребро изменились. Если я его отражу, то ребро, так, то ребро один пять, нет, почему, перейдёт в три пять. А три пять у нас нет, а три пять нам не интересует. А, три пять – это не ребро. Так, давайте проверять. Значит, ребро один два, отражённый... А, не ребро, а три четыре. А три четыре, да, нужен три четыре. А давайте попытаемся стереть один два. В оставшемся грасте есть цикл? Да, есть. На самом деле, интересно, там будет дальше. Интересно, там будет дальше. Сейчас мне говорят в книжке следующее, что F пятая от пяти равно синий. Вот это мне говорит книжка. F пятая от... Сейчас. F пятая от пяти равно синий. Так, ребят, когда-то я был умный, когда я это писал. И, соответственно, давайте обратимся к умному человеку, да? Это было всего лишь 10 лет назад. Значит, там написано следующее. Ф пятая от пяти больше или равно синий. Это объяснено тем... Так, это объяснено тем, что есть вот такой вот граф. Так, сейчас граф, в котором нет ни одного цикла. Так, значит, утверждается, что здесь нет цикла длины пять. Смотрите, чтобы эта вершина входила в цикл, надо, чтобы эти два ребра входили. Правильно? Чтобы эта вершина входила в цикл, надо, чтобы эти два ребра входили. Ну, а тогда, собственно, цикл уже замкнулся. Поняли? Значит, вот вам картинка, на которой семь ребер. Теперь вопрос. Почему нельзя взять восемь ребер? Очень просто. Потому что вообще число сочетания из пяти под два – это десять. Если я взял восемь ребер, это значит, я не взял два. Осталось мелочь. Осталось нарисовать пять точек и показать, какие ребра я не взял. Если я не взял два ребра, которые выходят из одной точки, вот, например, вот эти два ребра я не взял. Вот это ребро не взял и это не взял. То тогда цикл совершенно очевиден. Это вот такой вот цикл. Если я не взял два ребра, которые, ну, с разными концами, например, я не взял вот такое ребро, и я не взял, например, какое, например, вот такое ребро не взял, да? То тогда опять вот такой вот цикл. Поняли идею? Все. Здесь у нас семь. А теперь интересный вопрос. Чему равняется F5 от шести? Утверждается, что F5 от шести не меньше, чем девять. Это понятно почему. Потому что полный двудольный граф на трех-трех решит, да? Так называемые три домика, три колодца. Теперь вопрос. Можно ли провести десять ребер? Так, ребята, тут доказательства аж из трех абзацев. Начинается оно со следующего. Предположим, что удалось в графе на шести вершинах провести десять ребер, и нет ни одного пятиугольного цикла. Тогда, поскольку граф без треугольников состоит максимум без девяти ребер, то обязательно хотя бы один треугольник найдется. Нарешите его. Треугольник. Значит, я повторяю, что мы считаем, что провели десять ребер. Треугольник у нас уже есть. И есть еще какие-то три вершины. Теперь давайте понимаем, что у нас три ребра провели, значит, у нас реально осталось провести семь ребер. Вот там как-то все быстро, все случаи разбираются, и объясняется, почему пятиугольник обязательно будет. Да. Как бы нам это сделать? Одну мысль я уже успел прочитать. Первый абзац. Первый абзац такой. На этих трех точках максимум без девяга. Согласно? Да. Значит, в семь минус три четыре, значит, будет хотя бы четыре ребра, которые соединяют эти точки с этими. Значит, не может из каждой выходить максимум два одного ребра. Значит, из какой-то выходит в эти точки хотя бы два ребра. Значит, на самом деле, достаточно рассмотреть вот такую картинку, и ребер осталось пять штук. Из пятого треугольника, возможно, они из... Ну, потому что все точки симпатичны. Потому что какая из этих трех точек, или какая-то пара из этих трех, совершенно не важно. Мы рассматриваем граф, а вовсе не картинку на плоскости. Нам важно, какая точка среди нас какой, а не то, как они расположены в картинке. Так, господа, теперь еще важное замечание. Для пяти точек у нас было семь. Мы сейчас считаем, что для шести точек удалось нарисовать десять. Это означает, что из каждой точки выходит минимум три ребра. Потому что, если в актуру это выходило два или меньше, то тогда на остальных точках было бы максимум семь, и было бы сразу противоречие. Значит, например, вот из этой точки должно выходить, должно выходить минимум три ребра. Ну, даже если вот это ребро есть, обязательно у нас куда-то пойдут два ребра. Значит, итак, повторяю, что здесь у нас осталось пять ребер. Даже если это есть, вот из этой точки должно выходить минимум три ребра. Давайте посмотрим, куда они могут выходить. Скажем, вот если сюда пошло, то это уже цикл. Да. Замечательно. Так, у нас вообще вот эти три ребра. Какие тут варианты, как можно эту точку соединять с двумя степенью 3, с двумя степенью 2? У нас есть вот эти вершины и вот эти вершины. Значит, давайте я нарисую картинку. Нарисую просто все варианты этой самой картинки. Значит, картинка у нас на самом деле понятна какая. Это четырехугольник с диагональю и точка. Вы поняли, что вот так не бывает. Соответственно, нужно нарисовать ситуацию, когда соединено вот так. И нужно нарисовать ситуацию, когда соединено вот так. Согласны? Еще есть варианты? Не, ну сейчас еще и точку выберут. По-моему, нет вариантов. То есть, в одном случае, с диагональю это вот здесь, а в другом случае, наоборот, не с диагональю. А чтобы было соединено вот с этими двумя, так не бывает. Замечательно. Сколько я уже провел отрезков? Сколько я уже провел? Осталось три отрезка, правильно? Да. Три отрезка. Замечательно. Все эти три отрезка выходят вообще-то из вот этой вот оставшейся точки. Замечательно. Замечательно. Здесь вправо как-то у нас уже есть цикл для алифик. На этой картинке есть цикл для алифик. Такой. Один, два, три, четыре, пять. Такой цикл уже есть. Отлично. Теперь, соответственно, достаточно разобрать только эту точку. А, смотрите, господа. А ведь здесь у нас опять симметрия-то еще не нарушилась. Вот эти три точки, они как бы одного типа, эти две точки другого типа. Мы должны соединить эту точку. При этом, почему, знаете, если мы ее соединим и с этой, и с этой, то уже возникает пятиугольник. Поэтому мы ее не можем тремя ребрами соединить с этими, да? Поэтому мы ее обязаны соединять с тремя ребрами, вот так. Ну, с этими. Замечательно. Если бы я сейчас указал цикл из пяти вершин, я бы мог ладиться. Раз, два, три. Что три? Есть цикл? Да. Где? Ну, если тройку взять, у которой в диагонали, потом вместо трех. Сюда? Не, 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 не слышу. А, я сюда, надо вот сюда пойти. Да. Три. Ну, вот, четыре. Четыре, пять. Какой ему ладится? Все. Значит, здесь девять. И, ребят, из-за того, что здесь девять, а у нас есть вот эта лемма, то теми самыми неравенствами получается, что больше, чем целая часть n квадрата делить на четыре уже никогда. Один раз, если ты получил n квадрата делить на четыре, то дальше больше, чем n квадрата делить на четыре уже не получится. Таким образом, мы доказали замечательную вещь. Начиная с шестерки, f пятая от n это целая часть n квадрата делить на четыре. Все понятно?